всем привет друзья приветствую вас на youtube канале переесть начинаем свою работу на гриль фестивале russian grill fest посмотрим локации что у нас тут интересного это самый крупнейший российский фестиваль по грилю народ потихонечку начинает подтягиваться здравствуйте расскажите что на вашем стенде какое у вас оборудование здесь у нас представлено разное оборудование 8 часов работы внутри у нас две зоны холодильник и морозильник и самая здесь прикольная скажем фишка это генератора лед генерируется от 10 до 17 минут в зависимости от температуры воды классно это получается можно коктейлиться на открытом воздухе да вот это вообще круто он работает трех под режима на тепло на вентиляцию и на охлаждение действительно воздух прохладный подтверждаю вообще тут у нас 16 градусов стоит кайфная штука это у нас смарт-генератор двухтопливный работает от бензина и от газа газ пропад если соответственно работает от бензина здесь у нас четырехлитровый бак вырабатывает за 4 часа 5,4 киловатта мощности либо от газа газ зависит соответственно от емкости баллона подключен до 12 часов 1620 час вырабатывает далее это у нас смарт-хом панель комбо это уже для дачи дублирует ваш щиток смарт-хом панель комбо у нас подключаются станции дельтапро каждое дельтапро емкостью 3600 ватт в час к ней можно подключить дополнительный аккумулятор подключить генератор и соответственно создать систему с запасом мощности на 25 киловатт ничего себе при этом еще к смарт-хом панель комбо на крыше устанавливаются солнечные панели а жёсткие у нас тоже есть продажи на 420 и соответственно доступны у вас члены независимые это у нас система пауза она создана для дач либо автодома приходите установили в автодом это концентратор для распределения энергии это у нас аккумуляторы аккумуляторы бывают емкостью 2 киловатт и 5 киловатт вы можете создать максимальную систему на 15 киловатт и даже в путешествии в автодоме быть энергонезависимым на крыше соответственно вы устанавливаете солнечные панели которые подключаются к силовому концентратору также взяли с собой генератор и также заряжаете аккумуляторы я вас понял вообще класс это портативная зарядная станция самая маленькая 256 ватт час емкостью весом 2,7 килограмма отключили дома электричество зарядили телефон, клапшет, ноутбук взяли с собой соответственно на этот подход на рыбалку и используете соответственно весь заряд ваших устройств чем больше станций тем больше у него выходов на 220 то есть у ривера 2 у нас получается один выход ривер 2 макс 2 выхода и ривер 2 про 3 выхода а ривер 2 про это уже емкость 766 ватт в час классно это значит мы на гриль фест берем электрический гриль и работаем автономно совершенно верно ну и соответственно самая большая по емкости портативная зарядная станция это 3600 ватт в час к ней можно подключить 2 дополнительных аккумулятора и у вас получится емкость 10000 ватт в час подскажите электромобиль можно зарядить? да от этой микро есть специальный капель проходник и электронобиль можно прилить классно спасибо большое а у нас представлен робот газонокосилка она идет в комплекте с островосборником и в комплекте для расчесывания травы от зарядок аккумулятора 120 минут 4 суток полностью все оборудование как же управляешь через приложение газонокосилка например для нее нужны какие-то ограничители на участке то есть мы устанавливаем приложение из актуальных ограничителей и она сходит с 35 лет класс 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 а расскажите что почем ну газонокосилка полный комплект станции 332 тысячи рублей а если брать продуктивная зарядная станция самая маленькая 26 990 самая большая 323 тысячи рублей пользуйтесь экофол гриль фест а мы пойдем смотреть гриле спасибо вам большое алтайская мраморная говядина качество здоровой жизни здравствуйте вы ребра готовите? мраморная да мраморная 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 да мраморная мраморная а приблизительное время приготовления 6 часов 6 часов это вы во сколько начали если не секрет 6 часа 3 назад да то есть вы сейчас на половине пути находитесь Класс! Вот это мясо! Вот видите, человек заказал кусочек и прям мастер сразу же жарит. И сколько такой кусочек? 270 грамм. А мясо почем? А тут 100 натристо. Вот он, вот он, вот он. Сейчас прям достаю его. 300 рублей за 100 грамм. 300 рублей за 100 грамм. Прекрасно. Ресторан алтайской кухни. Вот сразу же можно и попробовать мясо от алтайского производителя. Цены достаточно гуманные. Вот есть еще и напитки. Судя по очереди, люди решили сразу же подкрепиться, попробовать, так сказать, алтайское мясо. Ну, такой вот смокер. Астероид смокер. Блэк Буффало Пауэр Фаэр. Профессиональный премиум уголь. На самом деле, ни разу не пробовал. Камины, печи, барбекю. То есть, здесь не только гриле и школа банных, спа технологий. Здравствуйте. Представьтесь, расскажите, какая у вас продукция. У нас тут банька, занимаемся монтаж петельками на турбеке родилку, топной подключилку. Эту баньку сами собрали, по выставкам все ездили. Класс. Здравствуйте. Можно попариться. А попариться? Парабастера есть. А, прям можно зайти попариться? Да, попариться можно вместе с учениками банной школы Добровольского и лично самим Добровольским. Расскажите, как у вас тут можно попариться? У нас можно попариться просто. Приходите. С хорошим настроением, самое главное. Вот сюда, к нам. Здесь можно, давайте зайдем, здесь можно переодеться. У нас целая команда работает. И заходим потом вот сюда. Смотрите, как все мы приготовили. Мы приготовили. Свежие веники, аромат свежих веников. Запарочка у нас специально здесь предоставлена. Компании наших партнеров. Банные штучки. Вот, также банные штучки нам предоставили. Вот эти уникальные полотенца. Свежие веники только сегодня набрали. И можно будет здесь париться. И мы вас попарим. Класс, класс. Чувствуется прям тепло. Да, аромат веники. И аромат веников. Здесь есть душевая. Вот там вот. С той стороны можно будет. Так что можно совершенно свободно приходить, париться. Не стесняться. Потому что у нас шторка закрывается. И можно даже без купальника попариться. Если бы. Девушек будет. Да, я могу попарить. Девушку. У нас специально есть. Для мальчиков. Есть мальчики. Мальчики. В различной степени сложности. С различными паровыми нагрузками. Мы попарим всех. Начиная от самых любителей. До самых столеваристых. Столеваров мы напарим. Так что будет что вспомнить о Грифисте. Друзья, банная школа Добровольского. Портативные бани. Это круто реально. А мы продолжаем. А можно подглядеть немного? Конечно. Конечно. Ух ты. Какая подача. Красоту ничем не испортишь. Вкусняшка тоже. Окей? Друзья, мы сейчас находимся на стенде. Гранат Бургер. Здравствуйте. Расскажите. Меня зовут Андрей. Очень приятно. Андрей меня Дмитрий зовут. Заняли первое место в 2020 году на Викторанском фестивале. С Гранатом Бургер. Почему именно Гранат Бургер? Потому что у нас гранатовая продукция. Своя плантация в Азербайджане. Тысячи деревьев. И добавили к этому бургер. Овощной и фруктовый. Ух ты. Да. И, соответственно, мы с вами не вегетарианцы. И решили сделать мясной бургер. Мясом бургер не испортишь. Да? Конечно. Более с такими начинками. С такой энергией. И с такими компонентами. Мы вот удивляем и делаем. И радуем, балуем. И на таком гриле. Посмотрите, друзья, какой гриль интересный. Занимаемся гастротуризмом по России. Ну, обычно на морях. На Черноморском побережье. Два гектара земли. Кемпинг. 50 метров над уровнем моря. Змеи, еноты, дельфины. Класс. 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 Салаватович, нижние подчеркивания, Валеев. Мой инстаграм. Друзья, переходите. Подписывайтесь на социальные сети Андрея. А мы продолжаем. Грильфер. КТ-заказание. Это олень. Да? Олень, да. Да, это олень. Это с плохой жирком. Чтоб было не сухо, чтоб было насыщенно и вкусно. Такая вот красотища, друзья. Такой некий перформенс, да? Вместо слитка золотого оленина. Да. Похоже на шашлычок похожий. А как он называется-то? Он, по-моему, Наполеон, что ли? Такой своё. А вот они, смотрите, какие у нас спина коня. Друзья, уф! Какой красивейший кусочек. Это на гриле, да, запечённый? Холодного копчения. А, это холодного копчения, да, вообще? А, всё, понял. А это в разрезе он, да? Да. Друзья, давайте попробуем. Смотрите, какая красота. Невероятно вкусно. Спасибо большое. А, ну давайте попробуем. Это сыровял, да, правильно понимаю? Да, в чарусе я работаю. Обалдеть. Я, кстати, тоже занимаюсь сыровялом. Правда, у меня не из дичи. Это колбаска, фуэт, утиная. Друзья, просто не только красиво, не только вкусно, но и красиво. Сейчас пробуем. Ммм, какой деликатес. Просто что-то с чем-то. Друзья, обязательно приходите. Связывайтесь с ребятами. Покупайте такие вкусняшки. Это нереально вкусно. Ресторан Вега Фест. Привет, отвали на эти санкции. Свои санкции. Шашлычок. Курочка. Грибочки. Друзья, ну это вообще что-то с чем-то. Смотрите, какой пул. Друзья, смокет Горилла Гриль. Люди вот тут кушают. Смотрите, какой смокер портативный приехал. Как раз для фестиваля. Тут, правда, никого нету. Но это для вас небольшое видео. Друзья, вот видите, ассортимент пока еще не открылись. Но прикольно. Прикольно, прикольно. Это первый в России футрак со встроенным смокером. Здравствуйте. Здравствуйте, девушка красавица. Расскажите. Это первый в России футрак со встроенным смокером. То есть мы передвигаемся и одновременно коптим. Смокер стоит на открытой части. А я уже подзаглянул. Я увидел. Да, да. Извините, конечно. Да, мы только за. Буквально минут 20 откроем наши двери. Все покажем, расскажем. Ну давайте, я к вам еще потом заскочу чуть позже. Спасибо. Ловлю на слове. Все, обязательно. Друзья, вижу. Тут деликатесы. Десерты. Сладенькое. Я, конечно, сладкое не употребляю. Но тут заметил турецкий кофе. И что тут еще у нас есть? Какао. Здравствуйте, здравствуйте. Шикарная у вас витрина. Сладкоежки точно мимо не пройдут. Да, да, да. Друзья, а мы на стенде ижевской ягоды, ижбери. Здравствуйте. Здрасте. У нас мы делаем натуральные конфеты, так назовем. Это вот кусочки манго, кусочки брусники. Также разные орешки у нас есть, и миндаль, и кундук, и кешу, и так далее. Но здесь вот кешу только приставлены. Мы используем натуральное остырье. Это, например, вот сублимированную тыкву. Если присмотреться, она изначально выглядит так. Это не полная сублимация, это идет, по сути, вяленье, бережная сушка. Также мы полностью сублимируем и добавляем, например, в кусок. Вот, вот, кешу. Из-за этого и цвет меняется, и вкус. Поэтому этот кешу называется кешу в тыквенном йогурте. Ммм, класс. А здесь кекольный йогурт, поэтому такой интересный цвет. Если приобрететься, можно прям храбинку его видеть. Да, действительно. Друзья, вкус очень необычный. Сочетание. Кешу абсолютно шикарный. Ну и также у нас интересное, это бережный сушкем ягода. Из необычного, это, наверное, ревень можно попробовать. В кусочке ревня. Вроде бы, это как бы обычный какой. Обычная такая вещь, которая растет у многих на огороде. Но здесь... Насколько мне известно, он кисленький, да? Да, он кисленький. Как раз узнал об этом в сооружении с вами. Да, он очень полезен для желудка, для кишечника. Собственно, об этом мы его и рекомендуют. Ну и клюкву вот, пожалуйста. Это клюкву крупная, садовая. Здрасте. Да, вот мы заметили. А вот и красота подъехала. Как раз вы сказали. Вот и шпери. Друзья, ладно, не будем отвлекать вас. Спасибо, что рассказали. Все, приходите. Мы еще пару дней. Грили Be Fire. Россия. Фоверайзеры. Ну так они у Вебера, во всяком случае, называются. Эти грили, как я понимаю, встраиваются в ресторанчиках, в кухоньках. Грили Be Fire сделаны в России. А вот представитель Be Fire. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Сергей. Я конструктор этих грилей. Это грили российского производства. Они производятся в городе Истр, Московской области. Сделаны полностью из нержавеющей стали. Стенка 2 миллиметра. Это отлично. Качество отличное, я заметил уже. Качество хорошее. Приходите, смотрите, покупайте. Это вот грили, я так смотрю, это для ресторанов, да, наверное, варианты? Это может быть для чего угодно. Это может быть для ресторанов. Это может быть для обычных людей. Его можно поставить на тележку. Можно поставить любые столики. Можно сделать в любом цвете. Могут быть красные, зеленые, черные, как вы хотите. Любая гравировка – это гриль модульной конструкции. Идея заключается в том, что вы можете сделать все, что хотите. Это индивидуальный гриль. И вы можете создать любую комплектацию, любые горелки, любую мощность, освещение, вертел, заднюю горелку. Все, что хотите. На сайте собирайте, как конструктор, и получайте то, что вам нужно. Это очень круто, очень круто. Спасибо большое. Друзья, V-Fire – отечественный производитель. Отличные грили. Вот здесь еще у нас представлены. Это мини-гриль. Более компактный. Более компактный. А это головы для стройки, крашенный металл. Посмотрите, какое качество. Крышка тяжелая. Хорошо. Два миллиметра сталь. Супер, супер. Друзья, берите на заметку. V-Fire – отечественный производитель. Вот его конструктор. Благодарю вас. Успехов. Спасибо. А мы продолжаем гриль-фест. Друзья, гриль-барбекю клуб. Одноименный YouTube-канал. Самый крупный YouTube-канал по гриллингу в Российской Федерации. А также магазин «Грильмаг». Его руководитель, ну не магазин, я имею в виду, а YouTube-канал Сергей. Я бы сказал «вдохновитель», а не «руководитель». Вдохновитель. Сергей, здравствуйте. Привет. Расскажите, что сегодня на фестивале готовите? Слушай, ну как обычно, на фестивале что нужно делать? Жарить. Вот мы жарим. Пойдем покажу. Вот здесь у нас вот такой вот шикарный рибай на вертиле. Видишь? О-о-о. Да. Это что-то с чем-то. Это прям целый кусок рибая вот такой запекается на вертиле. Друзья, невероятная ароматика. А здесь, смотри, бризки. Ну, правда, готовится по быстрой методике, но тем не менее. Да, кстати, быструю методику можете посмотреть на YouTube-канале Сергея. Там много очень качественных гриль-рецептов. Ароматного барбекю. Пожевайте нам, пожалуйста. Да, спасибо. Да, ну и приезжайте, конечно. Обязательно. Спасибо, Сергей. Удачи. И чуть-чуть по нажимаем. Да, ну все видно и так. Накормите Васю. Сергей, накормите? Ну, конечно, оставим обязательно. Самый лучший сок. Вот это еще есть. Вот такая вот шикарная подача. Друзья, вот такая вот красота. И безопасно, и красиво. Такие вот раковины. Грили. Но когда мы готовим на сковороде, конечно, там может плясать и до 300 градусов. Вот. Очень агрессивная среда, котлеты вздувают. Поэтому для пары делаем отверстия. Проминаем, да, вот можно сделать. Это если без сыра. Это если без сыра, да. Да, не забывайте делать в середине небольшое углубление пальцев буквально надавить. Это вам позволит добиться того, что котлеты не зли. Сохраните ее. Ну, тогда угощать будет. Спокой. Пашка, не жалей фарша. Я хотел тебе давно это сказать. Но, раз уж сейчас выдался момент, не жалей фарша, Паша. Ну, давай еще что-нибудь про историю расскажем, Александр. Больше внимания. Расскажем про историю. Про историю... Про историю бургера. Ты меня опознал делом к положению. Я смотрю, как Паша жмет фарш просто на котлету. Он еще в повар, у него все по громовкам. Какой твой любимый бургер? Слушай, я люблю бесспорно классику. Классический, классический чиз-бургер. Обязательно сыр. Обязательно котлетка. 8 ОС. Большая, хорошая котлетка. Но... У нас такая котлетка? Ну, у нас поменьше. Давай вообще мы посмотрим. Нет, котлетка понятна. А булочка? Смотрите, какая у нас шикарная булочка, да? Главное правило булочки, да? Чтобы она возвращалась после того, как вы ее примяли. Она должна быть пышной и не должна оставаться... Это приошь, не приошь? Ну, что это за булочка, расскажи. Это булочка бриоши, классический... На самом деле, классический бриоши, но это не классическая булочка для бургера. Да. Почему? Ну, это у нас, как бы, она большее распространение получила, нежели там где-либо еще. На самом деле, бургер не стоит там вписывать в рамки просто классической булочки, которую мы привыкли видеть. Бургер делает и в чиабатах, и в каком хлебе угодно, в зависимости от... Шаурма, шаверма и прочее. Вообще концепция мяса в хлебе, это универсальная концепция, которая как бы есть в любой стране, и каждая страна добавляет от себя по чуть-чуть. Я очень люблю экспериментировать с начинками для бургеров, делать бургеры со спиногом, клюбленными, соусами, ананасами, жаренными и так далее. Все, наверное, кто подписан на мой инстаграм, а кто не подписан, подпишитесь на мой инстаграм. Запрещенная социальная сеть Российской Федерации. Да-да-да, простите, мы на английском и... И в мире она очень распространена, особенно сейчас с модой на ПП, ЗОЖ и вот эти все непонятные мне слова. Вот, и поэтому используется много овощей, соя в основном. Ну, я не знаю, можно ли к вегетарианским бургерам отнести бургеры с рыбой. Итак, друзья, я напоминаю, кто нас еще здесь не нашел, подходите на стенд Паполеон. Александр Касс готовит бургер Джуси Люси. Так, значит, мы подготовим... Я бы сейчас отправлюсь жарить наши котлетки, а Пашка подготовит соус. Мы тоже немножко отступили от классики, но все же это будет горчичный соус на нижнюю булку и кетчуп на верхнюю. Горчичный соус мы немножечко заморочим. Вообще он мешается в пропорции где-то 80 на 20. Ну, если брать нашу острую горчицу, 80 майонеза, 20 горчиц, отличный горчичный соус. Вот, сделай немножко поменьше горчицы, Паш, и мы добавим нашу любимую шури рачу, можно говорить? Нашу любимую шури рачу, потому что мы с Пашей добавляем ее практически во всем. Да, немножечко передадим пикантности нашему мастер-классу. Так, я... У меня вопрос. Солить котлеты до или после? Я хочу почти получить. Да. Ты хочешь соленые котлеты или котлеты с солью? Это правильный момент. У нас есть такая система, как и в приготовлении стейка. Вообще, на самом деле, это спор вечный. Очень много людей полегло в процессе этого спора, этих скандалов, когда солить стейк или когда солить котлеты до готовки или после готовки. Как вы думаете, до или после? После. Почему после? Потому что почему? Есть аргументы какие-нибудь? Есть, есть. Давайте спросим, почему? После того, как съел. Потому что нравится до. Соль. Смотрите, у нас по ГОСТу для шашлыка 13-15 грамм соли на килограмм. Мы солим шашлык, маринуем его ночь, приходим, нету мяса совсем у нас. Соль все собрала, получается. А стейк у нас 200-300 грамм. Мы посолили несколько грамм соли. Где стейк? Ушел? Правильно, друзья? Или что сейчас случилось? Так, когда солить? До. До? Почему до? Так, теперь есть канал, он должен знать. Я считаю, что нужно солить до, перед самим приготовлением стейка. Потому что происходит процесс... Как его правильно назвать-то? Попыл, попыл, мочась. Процесс... 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 Процесс выделения сока, да, ну назовем его так, да. И сок выделится, и впитается в мясо, и если перед приготовлением посолить, ничего не будет абсолютно. Я придерживаюсь этой концепции. Нет, на самом деле ничего не будет страшного, но перед жаркой стейк не солен, а его слегка присаливают. Да, чтобы соки активизировались, окей. Ну, опять же, нет никаких правил. Отличный перец, друзья, я им пользуюсь уже давно. Шикарный перец и стулы. Друзья, мы на стенде Чили Хулиганс. Это довольно-таки известные магнитогорские рабы. О, какая очаровательная девушка. Вы нам что-нибудь расскажете? Я? Ой, я что могу рассказать? Это просто пушка, огонек и вертолет. А вот наш топовый шеф. Привет, ребята. Привет, привет. Да, да, да. Друзья, мы на стенде Чили Хулиган. Ребята из Магнитогорска. Мои подписчики все прекрасно знают. Я постоянно готовлю, использую эти рабы в своих гриль-барбекю историях. И не только. Вот. И в духовке готовлю с рабами. И стейки жарю. Вообще, просто очень крутые ребята. Здоров. Познакомились теперь с ними лично. Это крутая история. В России вкуснее рабов я не пробовал. Чуть чаще всего любишь готовить. Я в Оуэнсуу люблю готовить. И использую... Вот мне нравится очень и моим подписчикам кофе-барбекю. Да. Вот. И Black Rock. Black Rock. Наша интересная разработка. Она использована в ингредиенте составленный состав... То есть, там... Активированный уголь, да? Активированный уголь, да. Он не дает вкуса, но он дает цвет. Обалденный цвет просто вообще. То есть, все специи, которые замешаны в этом маринаде, они дают именно вкус, а уголь просто дает цвет и благоприятствует пищеварению. Да. Если использовать этот раб, ну, маринад, в любом случае, у вас уже... Вы уже подготовлены к завтрашнему дню, поскольку вы уже выпили активированный уголь и съели его. По идее, да. Это лучше перевариваться, очень вкусно. Причем можно подкрасить любое блюдо. Будь то рыба, будь то крылышки, будь то ребрышки. Будет интересное сочетание. То есть, это маринад не на каждый день. Это маринад просто удивить гостей, удивить их интересным блюдом, которые, как многим, подумаются, что они подгорели, но на самом деле они черные благодаря активированному углю. Да, очень круто. Друзья, еще, кстати, обалденные соусы, мы их используем. Они очень острые, большинство из них. И я использую их в дозированных количествах. Чили Хулиганс, гриль фест. Спасибо, ребят. Друзья, производитель грили Чар Бройл. Вот такие вот замечательные угольные грили. Ой, какие угольные, блин. Газовые грили. Это коптилка вообще. Почему коптилка? Вы же сказали сначала. Да я оговорился. Такие вот замечательные газовые грили. И не только. Тут есть и угольные. АЧАР Бройл. Красивые. Друзья, вот такой вот коптильный аппарат Аквахома Джо. Красивый. А вот гриль Аквахома Джо. Термометр красивый очень. А это вот смокер. Тут показано принцип работы его. Интересное решение. Крышка такая тяжелая прям. Ну видно качественно. Друзья, вот такой вот крафтовый смокер. Шикарнейший. Красивейший термометр. Ребята, сами его сделали. Компания Брискет Бойс. Нет дыма без огня. А можно открыть, нет? Да, да, пожалуйста. Вот такая вот красотища. Дверца реально тяжелая. Брискет Брискет Бойс. Друзья, на стенде мы находимся с Ковель. Да, всем привет. Смотрите, у нас тут вот интересный такой ассортимент. Перцы импортные, мексиканские, чипотли, настоящий Мексик. Копченые, ароматные, вот, индийские перипири, мексиканские хабанеры, индийский гост, скорпион, каролина. То есть, все у нас супер острый, ну, как, начиная от легкой остроты, да, супер острых. Для тех, кто любит не сильно острое, есть такие перцы мексиканские, как анчо уахильо. Да, вот эти вот три перца с чипотли, они являются, как бы, базовыми мексиканскими перцами для любых блюд. Вот, мы работаем в Москве и, как бы, являемся спонсорами острого на всяких фестивалях и, как бы, стараемся радовать людей. Есть также соусы наши, легкой остроты, супер острый, самый мощный соус на 4 миллиона 200 сковелей. Это какой, какой? Вот там вот, называется, грозлодер. Там с одной капли уносят, поэтому его без молока не рекомендуется вообще пить. Вот, но это прям для любителей. Для хардкорных, подготовленных. Да, то есть, тех, кого уже табаска, как говорится, в чай добавляют, тем вот можно вот такой есть. А Каролина Рипер вообще уже совсем детский пить. Каждое утро просто закидывают по одному этот перчик, едят. Поэтому, если, ну, как бы, нас найти легко, вбиваете просто острый соус и острые перцы в интернете, да, там, все это находится быстро. Спасибо огромное, вам успехов, ребята. И вам тоже. Всего доброго. Всего миллиона подписчиков. Обязательно. Спасибо. Вот такая вот, друзья, красота. Люди отдыхают, кушают. Поэтому, если кто-то не знал, что такое бомбарский, если кто-то знает, что такое бомбарский, то есть, кто-то знает, что такое бомбарский, но хочет попробовать съесть их как можно больше. Но завтра здесь, рядом с дымом, вы увидите, что это в районе 13-14-0, этот немоменный конкурс состоится. Поэтому, хотите попробовать свои силы, хотите выиграть в этот конкурс, и, пожалуйста, дымом. Спасибо.